Детонация звучит красиво и загадочно. Что-то типа «нация детей», «детонация». Но нет, это слово, к сожалению, никак не связано с детьми, а для автомобилиста появление детонации – это всегда неприятности. Просто подавляющее большинство автомобилистов об этом не догадываются, а 100% наездников о них не знают, да и знать не хотят. Друзья, всем привет, всем здрасте. Сегодня поговорим о детонации. Как всегда, вы узнаете много интересного и полезного. Например, что такое детонация и как ее распознать, а также о причинах возникновения детонации и ее последствиях для двигателя. Поехали! Начнем с того, что такое детонация. Детонация – это, грубо говоря, гремящий взрыв. Именно так это слово переводится – с французского «взрываться» и латинского «греметь». Детонация – это нарушение процесса воспламенения ТВС, топливо-воздушной смеси в камере сгорания, а именно, когда ТВС воспламеняется взрывообразно, а не равномерно. Сама взрывная волна превышает допустимый порог и сопровождается громким хлопком. Главной причиной детонации является то, что топливная смесь не воспламеняется от искры, а взрывается самопроизвольно, в результате высокого давления в камере сгорания. Как проявляется детонация, то есть, как это выглядит и как ее распознать. Представьте себе частые звонкие удары металлического характера по мотору, которые связаны с частотой вращения коленвала. Это напоминает удары металла, а металл, например, гаечным ключом по блоку цилиндров. Возникает это явление, как вы уже догадались, не просто так. И в большинстве случаев это связано с теми или иными неисправностями. Когда-то детонацию ошибочно связывали со стуком пальцев, однако пальцы здесь абсолютно ни при чем, а сам стук возникает совершенно по другим причинам. При каких обстоятельствах может проявляться детонация? Наиболее вероятно появление детонации на низких оборотах, а также в жаркую погоду на прогретом моторе с ручной коробкой передач. Почему именно на механике? Потому что коробка автомат практически исключает возможность работы мотора на низких оборотах. Детонация, возможно, в летний зной, когда температура окружающей среды очень высокая и после длительного движения в тянучке вы выехали на трассу и решили пришпорить своего стального коня. Когда мотору тяжело, например, во время движения в гору или с прицепом или с прицепом в гору, вероятность появления детонации достаточно велика. Чем это опасно? Опасна детонация двигателя тем, что очень быстро способна разрушить детали силового агрегата. Мотор, имеющий сильную детонацию, под нагрузкой за какие-то минуты может получить серьезные повреждения и сильный перегрев деталей. Первым под удар попадает поршень, который, по сути, никак не защищен от ударов и перегрева. У него, в принципе, нет теплоотвода, а сам материал, из которого он изготовлен, имеет относительно низкую температуру плавления. Происходит разрушение перегородок между поршневыми кольцами, множественные задиры в камерах сгорания, а также прогар клапанов и растрескивание их тарелок. Возможны и другие последствия, например, прогар прокладки ГБЦ и разрушение свечей зажигания. Кроме прочего, из-за детонации возникает вибрация, ухудшающая смазку трущихся деталей. В отдельных случаях возможно разрушение поршневых пальцев и вкладышей шатунов. Ударная волна и резкое повышение температуры воспламенившихся газов сопровождается высвобождением большого количества разрушительной энергии. В момент, когда волна самопроизвольного воспламенения сталкивается со стенками камеры сгорания, возникает характерный металлический стук, который и является неотъемлемой составляющей детонации. Во время нормальной работы двигателя фронт сгорания повышает давление в цилиндре, сжимая остаток ТВС до 50-60 бар при температуре примерно 300 градусов Цельсия. Когда эти значения превышают допустимую границу, возникает детонация. В это же время подобные условия необходимы для повышения КПД двигателя. Однако разница лишь в том, что инженеры настраивают мотор таким образом, чтобы он работал на безопасной грани, после которой возникает детонация. Почему это происходит? Среди распространенных причин, по которым возникает детонация, можно выделить использование низкооктанового топлива на двигателях, которым оно противопоказано. То есть это тот случай, когда автопроизводитель рекомендовал заправляться топливом с конкретным октановым числом, ниже которого нельзя опускаться. А владелец, либо по незнанию, либо в целях экономии, заливает более низкооктановое топливо. Например, 92-й бензин вместо 95-го, или 95-й вместо 98-го. Бывают и другие варианты несоответствия топлива. Например, когда на заправке вам по тем или иным причинам заправили не тот бензин. И тут есть, где разогнаться фантазии. Начиная от непреднамеренной ошибки заправщика до умышленного надувательства клиентов, или продажи некачественного топлива под видом качественного. Вторая причина, по которой возможно появление детонации, неправильная настройка двигателя. Такое явление характерно для старых карбюраторных движков, на которых довольно просто было сбить все или некоторые регулировки, типа угол опережения зажигания, состав ТВС и так далее. Наиболее вероятна детонация на обедненной топливной смеси. То есть ситуация, когда в ТВС больше воздуха, чем топлива. Кстати, о том, почему смесь бедная, я недавно рассказывал. Для тех, кто не смотрел, добавлю ссылку в описании. Причина номер три. Высокая степень общего износа двигателя, который кушает масло. Движок, болеющий масложором, страдает избытком масла в цилиндрах, которое, в свою очередь, может спровоцировать взрывообразное воспламенение ТВС со всеми вытекающими. Четвертая причина, по которой детонирует мотор, повышение степени сжатия, намеренные или случайные. Такое случается, когда проводятся ремонтные работы над блоком цилиндров, например, фрезеруется плоскость блока или головки. Неподходящая слишком тонкая прокладка также может вызвать определенные проблемы, связанные с повышением степени сжатия и возникновением детонации, как следствие этой ошибки. Как избежать появления детонации? Начнем, пожалуй, с того, что об этом уже позаботились автопроизводители, оснастив современные силовые агрегаты специальными датчиками, которые так и называются датчики детонации. Они устанавливаются снаружи блока цилиндров примерно посередине, если мотор рядный, и по одному на каждый ряд цилиндров в случае V-образных двигателей. Задача этих датчиков реагировать на колебания в блоке цилиндров, которые возникают во время сгорания ТВС. Чувствительный элемент датчика образует сигнал переменного напряжения, когда он фиксирует изменение высокочастотной амплитуды, что в переводе на человеческий язык означает появление вибрации стенок блока цилиндров. Получая такие данные, электронный блок управления производит корректировку угла опережения зажигания, делая его более поздним, одновременно изменяя характеристики подачи топлива. Второй момент. Не провоцируйте сами возникновение детонации. Для этого достаточно заливать в бак топливо, которое указал автопроизводитель. Если низкооктановое топливо было залито единожды и по ошибке, возможно большого вреда для мотора не будет. Но если вы регулярно в целях экономии заправляетесь топливом с более низким октановым числом, 92 допустим, то в один прекрасный момент можно попасть на плохой 92-й, в котором октановое число будет еще ниже. В таком случае у вас будут все шансы своими же руками создать идеальные условия для возникновения детонации. Поэтому и последствия целиком и полностью будут лежать на вас. Вы заварили, вам и расхлебывать, как говорится. Если же мотор с мозгами, работая на правильном топливе, которое соответствует всем требованиям, вдруг начинает болеть детонацией, в таком случае придется ехать к спецам на диагностику. Без них решить данную проблему вряд ли удастся. Важно другое, чем раньше вы обнаружите детонацию и чем быстрее обратитесь за квалифицированной помощью, тем менее разрушительными будут последствия для двигателя, ну и вашего кошелька конечно же. Друзья, у меня все, спасибо за внимание, если есть вопросы, пишите их в комментариях, я постараюсь ответить. Если ролик понравился и видео было для вас полезным, оцените его лайком и подписывайтесь на канал. Отдельный респект всем, кто делится моими роликами со своими друзьями и близкими. Ребята, спасибо вам большое за ваш вклад в развитие канала. Всем добра и удачи, берегите себя и до новых встреч на канале знать полезно. Пока!